Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Редактор субтитров А.Семкин Переводчики – это почтовые лошади просвещения. Так выразился когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Давно нет почтовых лошадей, но все-таки социальная роль литературного переводчика, наверное, изменилась или не изменилась. Вот об этом сегодня и поговорим. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Красновойрод. Музыкальное сопровождение нашей программы «Владимир Грамма». Ну а разговаривать о переводе будем с литератором Натальей Ивановой. Добрый день, добрый вечер, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Так что, как вы считаете, изменилась со времен Пушкина социальная роль переводчика? Они на самом деле являются почтовыми лошадьми просвещения? Или уже можно современные образы какие-то представить? Вы знаете, я думаю, что роль переводчика в современном литературном процессе мировом и вообще во всемирной мировой культуре, она изменилась, она во много раз возросла. По сравнению с тем, когда Пушкин говорил? Почему? Потому что, на мой взгляд, тогда доступ к литературе, вообще к культуре, в собственном смысле слова, имели люди, дворяне, элита, да, которая с детства знала иностранные языки. То есть до того же самого Пушкина французский был, по сути дела, родным языком. А вот, когда у того же самого Толстого целые страницы в романе «Война и мир» написаны по-французски. Ну, я могу... Переводить не надо было, это было в порядке вещей. Да, это было в порядке вещей, да. Я могу еще привести один пример. «Русский филологический вестник» — это журнал рубежа 19-20 веков. По сути дела, это журнал «Русский язык» в школе современный, вот аналог, да. Там целые статьи на немецком, на французском, на английском, на испанском языках без перевода. То есть это был расчет на то, что гимназический учитель средней руки свободно владеет иностранными языками. Сейчас картина изменилась. И для того, чтобы, в принципе, человек ощущал себя, ну, конечно, и свою принадлежность к национальной культуре, и носителем был национального менталитета, но и ощущал свою причастность к мировой культуре, именно мог себя считать нормальным культурным образованным человеком, сейчас, конечно, роль переводчиков в этом очень сильно возросла. То есть если говорить, ну, вот хотя бы про территорию, нашу территорию, будем так говорить, да? Если 200 лет назад владение языками это было в порядке вещей, но для элиты, то сейчас образование, культура размытая, и роль переводчика в том, чтобы довести... Да, довести до определенного уровня. И самое интересное, что сейчас интерес к переводчической деятельности, к деятельности переводчика, к переводной литературе, к самому процессу литературного перевода, очень сильно возрос, и даже среди молодежи. Вот что отрадно. Ну, знание языков, это, конечно, всегда приветствовалось, но, с другой стороны, одно дело разговорный язык для общения, совсем другое дело литературный перевод. Все-таки немножко отличаются они? Отличаются, конечно. Во-первых, для того, чтобы заниматься литературным переводом, нужно иметь, как сказать, лексикон, то есть запас слов, знание слов. Как минимум на двух языках. На двух языках, и очень широкий, очень большой. Потому что для того, чтобы адекватно перевести с языка на язык, используя все возможности, ну, я на русский язык перевожу, да, кто-то на белорусский переводит из моих коллег, нужно очень хорошо владеть всеми запасами, всеми средствами того языка, на который ты переводишь, иначе перевода полноценного не получится. Хорошо, а вы переводили с английского, французского, финского, финского, украинского, белорусского. Белорусского. Это все переводили на русский? Да, на русский язык. Пять языков вы знаете в достаточной степени для того, чтобы, то есть лексический запас, построение фраз, специфика литературная. Ну, в принципе... Ну, про русский будем, поскольку нас понимают, наверное, мы на русском, как говорим, будем думать, что здесь словарного запаса хватает, как минимум. А вот финский, например, ну, понятно. Дело в том, что я вообще хорошо, свободно владею, в принципе, белорусским и французским языком хорошо знаю, английским, ну, тоже на уровне нормальном, чтобы переводить, а остальное можно просто переводить по подстрочнику. Тем более, вот, были когда конкурсы переводов с финского языка, иные берега, там дается точный подстрочник, там иногда даже это можно прослушать, и там даются рекомендации именно, каким размером переводить. То есть, в принципе, с подстрочника сейчас в основном переводчики работают с подстрочником. То есть это можно делать с любого языка. Для людей, которые не так искушенные в переводах, что такое подстрочник, как он делается? В интернет забиваешь, например, стихотворный текст, и тебе выдают какие-то фактические переводы слова, да? Можно и так, но, конечно, можно пользоваться интернет-ресурсами, вот, но можно попросить просто людей, которые хорошо владеют иностранными языками, просто сделать подстрочный перевод. Что это такое? Добуквенный, дословный перевод, без соблюдения, допустим, там, размера, строфического построения, просто вот передать в совокупность лексического значения вот той или иной фразы, той или иной строфы. А потом уже довести это, передать какую-то художественную форму, как можно ближе к оригиналам. Да. Ну, в принципе, вот по поводу близости к оригиналу. Есть разные степени точности переводов. Конечно же, наиболее, скажем так, ценится, наиболее ценимая разновидность, и которая, в общем-то, именно вот это вот качество играет решающую роль при оценке на различных международных конкурсах, фестивалях литературных, на сайтах переводческих. Это максимальная точность. То есть точность передачи смысла. Вот, соответствие страфического построения, там схема рифмовки, виды рифмы женская, мужская. Даже ценится передача сбоев ритма и каких-то неточностей лексических, вот, которая была в оригинале, вот, чтобы это было в переводе, как бы вот, ну, это уже высший пилотаж. Вот, это точный перевод, наиболее высоко ценимый, наиболее, скажем так, качественный. Но есть еще понятие вольный перевод поэтический. Это тоже имеет право на существование, это тоже имеет место быть. Вот как раньше писали в сборниках персональных, там, из Гёте, допустим, там. По мотивам, да. По мотивам, да. Прочитал и написал, да. Да, вот, у Пушкина подражание Корану. Или у Пушкина есть «В крови горит огонь желания». Это вольный перевод песни-песни, по сути дела, фрагмента, да. Это тоже порождают великолепные образцы лирики и так далее, и тому подобное. И есть вот такая форма, как по мотивам. Ну, это наиболее далекий такой от оригинала перевод, но он тоже порождает великолепные образцы литературы. Вот, ну, так как у меня, вообще, первое образование у меня бухгалтерское. Вот. Вот вы тайны выдаёте. Языков знаю. Четыре плюс финский, да? Образование бухгалтерское. Да, ну, я ещё и старославянский знаю, древнерусский знаю. Ну, понятно, да. Вот, то есть бухгалтерская работа, она приучает к такой, вот, когда это с 15 до 18 лет ты вот в этом, как бы, варишься, да, бухгалтерский учёт учишь, это приучает к очень большой скрупулёзности, к такой вот вредности, к такой вот, вот, к такой дотошности. Вот. И вообще, с чего начался мой путь в литературе вообще как таковый? Он начался у меня от усталости, честно говоря. Вот. От скуки, да? Нет, это была усталость. Это было такое состояние... Усталось во время работы бухгалтером, да? Не-не-не-не-не, бухгалтером я практически не работала, потому что я поняла, что это не мой путь на этой земле, это хорошая работа, но... Ну, не моя. Ну, не моя, да. Вот. Я сдавала кандидатские экзамены по французскому языку в БГУ, потому что здесь у нас комиссии не было по французскому языку. Кандидатский экзамен... Название кандидата к биологических наук. Вот, понятно. То есть, кроме бухгалтерского, еще и филологическое образование присутствует. У меня красный диплом бухгалтерский, красный диплом у меня русский язык, литература и социальный педагог. То же самое. Вот. И переводила я, переводила, надо было перевести там несколько, определенное количество знаков, ну, несколько книг неадаптированного французского текста. Вот. Взяла я в нашей Ленинской библиотеке самая такая большая была объемная книга «Практическая стилистика французского языка». Я целый год добросовестно, с бухгалтерской такой дотошностью все переводила. А потом то, что я перевела подстрочник этой книжки, этого учебника, я его три раза еще литературно обрабатывала, вздала все в БГУ на пятерки, меня похвалили, еще сказали, что такой добросовестный человек редко встречается. Ну, так посмотрели на меня, конечно, вот, с умилением. Вот. И я приехала домой, у меня, значит, на пятерку все сдано, я так радуюсь. А потом моей душе чего-то захотелось. То есть я сравниваю этот процесс, вот когда ослик или лошадь вот всю жизнь ходит за давильным этим жомом, вот когда оливки давят или виноград, да, а потом он уже, как бы, нету этого пресса, да, а он все равно по кругу ходит. То есть это привычка? Да. Это сколько вы, год, сказали, да, переводили эту стилистику французского языка? Да, у меня с собой везде были листики бумаги, «La pratique du style de la langue française», и у меня был русско-французский, это французско-русский словарь. Он у меня и до сих пор лежит около кровати у изголовья, как любимая... Настольная книга. А, да. Прикроватная, скажем. Прикроватная. Прикроватная книга, да. Вот, ну, у всех свои, конечно. И, то есть вы по привычке хорошо сдали кандидатскую, и дальше куда применить французский язык? И вот я хожу, и вот что-то мне не хватает, и вот что-то мне не то. И у меня на ту беду лежала такая сборник на французском языке «Антология. Французские поэты 19-20 века», где там от Леконта де Лиля до Гиома Аполлинера собрана, вот, значит, оригиналы. И вот я листала, листала, и вот родная французская речь уже практически родная, вот уже где-то и думаешь, по-французски открыла, и мой взор совершенно случайно пал на стихотворение Шарля Бадлера «Альбатрос». То есть мне никто не говорил, что это знаменитое стихотворение. Ну да. Вот оно мне как-то вот на душу. Вы приводили. И вот я взяла на него, посмотрела. Но я его не первый, не первый, не «Альбатрос». Он меня просто вот окрылил, а второй лег мне на душу, легло на душу стихотворение Теофиля Готье Кармен. Вот почему-то. Я его прочитала, а в техникуме я работала, и был у нас такой учебник «Зарубежная литература». И там несколько было приведено переводов вот этого стихотворения Теофиля Готье на русский язык. Там и Элиса, и Ариадный Эфрон, и Брюсова, и Гумилева. Антокольский, по-моему, переводил, нет? Кто-кто? Антокольский. Вот я не знаю, я там много, но я не знаю, не читала. Может, это есть. И я взяла вот этот вот перевод-оригинал и посмотрела на вот эти вот, значит, как бы варианты переводов, и тут во мне замолк филолог, и тут во мне проснулся бухгалтер. Я посмотрела, что это тут не то. То есть я посмотрела, что решила классиков вывести на чистую воду, что что-то не то, что-то неправильно. И я решила сделать сама этот перевод. И вот я его делала, правда, первые несколько лет. Вот я этот перевод делала. Несколько лет? Да. Вот я из французского перевожу несколько лет, каждое слово туда-сюда. То есть вариации какие-то искать, потому что до этого, наверное, с личным поэтическим творчеством обстояли дела. Нет, я не писала вообще. А у меня нет. У меня началось все с переводов именно. Ага. Вот. Вообще интересно, потому что сразу стихотворный перевод, это кто это там, это в прозе переводчик раб, Ключевский, по-моему, сказал, переводчик в прозе раб, а поэзии соперник. Да. То есть вы решили посоперничать с Теофилем Готье? Нет, я решила посоперничать с Брюсовым и Гумилевым. Вот честно. А с Теофилем Готье не решили упрекнуть Брюсова и Гумилева в незнании французского языка. Уличить, да, в недобросовестной работе. Вот, подвести бухгалтерский баланс. И меня что поразило, то, что, вот, почему я за это взялась, вообще люди, люди вообще, как бы, делятся на аудиалов, визуалов, киноэстетиков, дигиталов и так далее. То есть у каждого превалирует какая-то своя... Какие вы слова из бухгалтерского учета употребляете? Какая-то, у каждого человека, ведущая, есть репрезентативная система. И почему мне так на душу лег именно вот Готье? Потому что он визуал, как и я. И его вот это вот стихотворение, оно построено на переливах красок. Потому что ты о Фильготе говорил, поэзия – это живопись словами. Там и... Там... То есть желто-коричневая полоса, вот конкретно, окружает взгляд цыганки. Дальше... Это подстрочник, да? Да, да. Вы свой перевод не помните? Свой не помню. Если можно, я найду, зачитаю. Я там в основном помню, но я не все помню. Вот. Потом... Что еще? Дело в том, что там один из... Один из столбиков, одна из троф, именно вот переливы красного цвета, ордианы, багрианы, пурпур, да? Оттенки. Оттенки. Вот оно... Все это стихотворение дальше змеется. И над ее золотым затылком из красно-желтого янтаря я вот этого нигде не нашла. И мне... Почему? Неужели... Неужели в переводах ни Брюсова, ни Гумилева, других вы не встречали? Брюсов кинестетик вообще. У него чего... Может быть, это тоже было только по мотивам, опять-таки, Кармен? Ну, наверное, знаете, почему так получилось? Потому что Брюсов и Гумилев это же величины, это гений. И вот они со своей вот так вот где-то до Теофиля Гатье, может быть, где-то так с ней сходили. А я-то что? Я-то же простой преподаватель. Куда же мне... Да я наоборот как-то так на Теофиля Гатье, вот как-то вот наоборот... С пиететом. С пиететом, да. Вот для меня же авторитета очень много значит. И мне просто вот интересно было как бы докопаться до истины и восстановить вот оригинал. Но, конечно, на 100% сделать перевод, особенно поэтический, на 100% адекватный и равновеликий оригиналу нельзя. Это можно сделать как по асимптоте, то есть в вечном приближении. Но на 100% это никогда не будет. Вот я только хотел сказать это то, что, ну, как бы, да, отдельная тема. Потому что сколько... Если взять того же Теофиля Гатье или Альбатрос Бадлера, да, сколько... Наверное, каждый... Стая и Альбатросов летают на русской литерапии. Наверное, каждый хочет как-то приобщиться и вот насколько ближе. Хотя, с другой стороны, тут может быть и такой факт, что сам же переводчик вкладывает свое ощущение в перевод. Да, это проекция, конечно. А потом мне кажется, что вот я когда своего Альбатроса сейчас читаю или Кармен, ох, как хорошо. Это же вообще лучше не бывает. Но дело в том, понимаете, но дело в том, что я человек 21 века, который пишет на русском языке 21 века. И вокруг меня мои современники. Может быть, просто-напросто мироощущение, какой-то уровень культуры, качество культуры адекватно современному как бы современному этапу. Я вообще с другой стороны, вот насколько я в интернет-пространстве общаюсь со своими коллегами-переводчиками, меня всегда поражает, что мой перевод самый лучший, а это вообще все плохое, да. Ну, естественно. Конечно. Мне кажется... Ваши перевод лучше? Мне кажется, это перевод, это подход вообще, скажем так, не то, что бездарного, а бескультурного человека. Ну, это другой вопрос. Да. Собственно. Уровень развития культуры, особенно, ну... Понимаете... Творческие состязания. Ну, творческие состязания, но я считаю, что в любом случае человек должен как бы все-таки какие-то тормоза в голове иметь и понимать, что ты... У тебя одна картина мира, а у твоего коллеги другая. И, может быть, ты просто... Ты видишь то, что не видит он, а он не видит то, что видишь ты. Вот и все. И я считаю, что каждый перевод даже классических произведений, он хороший, уникален по-своему. Я так считаю. Вы упомянули, что участвовали в литературных переводческих конкурсах. Да, да. Каким образом это все происходит? Берется одно стихотворение. Там по-разному бывает. Там бывает по-разному. Вот, например, если конкурс журнала «Иные берега» Венн Рамнад, это финский журнал, ну, это русская ассоциация русскоязычных финских писателей. Ну, это просто в основном женщины, которые из Питера вышли замуж в Хельсинки. И, как они говорят, из Питера в Хельсинку мы ездим. Это как из Гомеля в Чернигов примерно. Как вы определили сообщество переводчиков? Да, женщины из Питера поехали в Финляндию и там создались, да? Ну, да, в основном вот среда вот такая вот. Чувствуется третье ваше образование социального педагога. И у них вот есть конкурс, ежегодно они проводят, у них любимая есть писательница Пяйви Ненунын, она тоже, она живет в Питере, она сама финка, она живет в Питере, вот она равновелико общается и с Питером, и на французском, и на финском языке, и на русском, свободно абсолютно. И вот они выставляют ее произведение, дают подстрочник, размер всегда дают, рекомендуемый, и для того, чтобы выиграть этот конкурс, нужно точно следовать этому размеру. Вот. Ну, например, там у нее было стихотворение триптих, семистопный дактиль. Вот. Ну, это уже другой вопрос, выполнимо ли это в условиях русского языка или невыполнимо, это, ну, там такой формат. И высылаешь туда свою работу, нигде это не светится, нигде не вывешивается, работают над этим жюри, и, значит, потом исходный результат. Значит, самый такой престижный и такой известный массовый конкурс был, к сожалению, вот до этого года, почему-то в этом году, видимо, по каким-то причинам не был организован музыкоперевода. Вот я могу даже показать, если надо. Музыкоперевода. Это московский конкурс, бюро, международное бюро переводов Айтрекс при поддержке всякого рода посольств. Давайте посмотрим. Очень престижный конкурс. Там формат другой. Там пять конкурсных работ вывешиваются, да, которые идут в зачет, но там идет в зачет только работа с языков, по которому есть жюри, комиссия. Ну, это международные языки. Это русский, испанский, китайский, английский, французский, немецкий, и еще немеждународный язык арабский, вот с арабского. Вот, вывешиваются эти работы сразу с оригиналами, с подстрочниками, и можно их обсуждать, где-то шлифуются эти переводы. То есть там делаются какие-то замечания. На замечания можно реагировать по-всякому, можно обижаться, но я потом в конце концов поняла, что эти замечания это та целебная полынь, которая помогает довести свои работы до совершенства, по крайней мере. Сначала мне... Здоровая критика. Да, сначала, ну как же, ну ты же выставляешь свои гениальные работы, надо же все упали от восторга, а там переводчики очень высококвалифицированные, причем со всего мира. Это и российские переводчики, это Москва, Питер, и Самара, и Рязань, там особенно в российской провинции словесность на очень высоком уровне, выше гораздо, чем в столицах. Это и Нью-Йорк, это и Израиль, это и Англия, это и Германия, это и Франция. Причем оценивают, допустим, вот мои переводы Шекспира, оценивали люди, которые живут, например, там в Англии и в Америке, в Соединенных Штатах Америки, они свободно владеют и русским языком, и английским. Вернемся к истокам. То есть, ну вот, несколько лет переводили Кармен Баглера. А потом, вот... Это превратилось в хобби, вы сказали, что от усталости. Это не хобби, это способ, я не знаю, как вам объяснить, это способ психологической разгрузки. То есть, людям, когда они очень сильно устают и когда нервное напряжение, ну, все расслабляются по-своему. Мне... Для меня актуален только такой способ расслабления. Ничего другого, кроме чая у меня крепкого и кофе, не актуально. Вот если пока я не... Вот я читаю какое-то стихотение, он у меня начинает в мозгах вот крутится, крутится, и я ничего не могу с собой сделать. Я готовлю пищу, я убираю, я работаю, я выношу мусор. Оно у меня крутится, как какая-то навязчивая идея. Я села... Потом начинается головная боль. Я села, написала перевод, зафиксировала на бумажке, и я какое-то время могу спокойно жить. То есть, получается, вас вдохновляют литературные произведения, стихи на других языках? Ну да, да. А не пробовали наоборот? С русского переводить на французский, например, на английский? Нет. Это очень сложно. Это очень сложно. Для того, чтобы делать хороший перевод, нужно языком этим владеть вообще в совершенстве. Я не могу сказать, что я знаю французский язык так, чтобы вот я могла сесть и на нем разговаривать. Если бы я пожила, допустим, там, во Франции, там, недели две, я бы свободно разговаривала. То есть, навыка коммуникативного вот такого нет. И... Но это можно сделать там ради престижа, ради чего-то. Но я не хочу просто профанацией заниматься. Возможно, кто-то знает, люди, которые именно живут в этой среде, они знают иностранный язык вообще свободно. Тем более, другой вопрос. Я-то владею французским языком литературным, классическим, стерильным. Угу. Понимаете, это язык... А бывает обиходный, разговорный и так далее. Ну, как он... Сленг бывает, разговорный язык. Хотя, что касается вот французского языка, там разбег между разговорным языком и литературным гораздо меньше, чем в русском языке. Вот. Но я на иностранные языки не перевожу. Я и на белорусский не перевожу, потому что, ну, я не считаю, что, как бы, мой родной язык русский язык. Я заканчивала профессионал, я заканчивала филфак очно. Вот. Как бы, все закоулки русского языка, все подводные камни и в то же время все возможности, все богатства я знаю. И поэтому у меня есть моральное право перевозить на мой родной язык. Вот. Хорошо. Ну, у меня такой подход. Хорошо. А как вы выбираете произведение для перевода? Абсолютно иррационально. Абсолютно. Не знаю. Вот я читаю. Ну, хорошо. Вот было знакомство, было антология из преподавательского книг, которые, для преподавания. Это в начале. Ну, понятно, финский язык это участие в конкурсе, это, наверное, самой себе доказать, что я могу по сравнению... Это тренироваться. Это тренировка. Ну, а украинский, белорусский... Я к вам приду, я пишу на белорусском языке, приду, скажу, Наталья Владимировна, переведите мои вершины. Вот, без белорусского, да. Я переводила произведение нашей гомельской поэтессы Галины Александровны Роговой. Почему переводила? Ну, вот просто меня эти стихи поразили, они мне запали в душу, и я подумала, ну, это же поэзия мирового уровня, а почему ее никто не знает. Ну, мы-то, мы-то свободно владеем русским и белорусским языком, нам-то переводить не нужно, нам все понятно. А в Белоруссии население 9 миллионов, и для того, чтобы это, скажем так, знало большее количество людей, я решила просто перевести, вот, и, ну, не с какой-то целью, а просто мне очень понравилось. Стихотворение я перевела, отправила на сайт музыкоперевода, там вообще, если бы там было жюри, было жюри белорусскоязычное, там бы точное место дали, но так как там жюри белорусского не было, просто вот включили вот в этот сборник престижнейший, и сказали, боже, какая, какого уровня поэзия, почему мы не знаем современной белорусской поэзии, я объяснила картину, настолько близкие языки, что... То есть вот они, почтовые лошади просвещения, или уже не почтовые лошади, а какие там, электронные письма просвещения, может быть так? Да, да. Вы перевели еще санетта Шекспира, мы вот об этом и поговорим, но после небольшой паузы. Напомню, уважаемые телезрители, что мы разговариваем в студии из Гомеля с литератором Натальей Ивановой, разговариваем о литературном переводе. После небольшой паузы мы вернемся в студию. Партнер показа сеть фирменных магазинов «Гефест». Партнер показа сеть фирменных магазинов «Гефест». Продолжаем нашу программу. Продолжается воскресный вечер на телеканале «Беларусь-4». Мы разговариваем в студии из Гомеля с литератором Натальей Ивановой. Разговариваем о литературном переводе. Да, я правильно сказал? Или мы уже перешли... Нет, все, все. Потому что мы коснулись бухгалтерии, мы уже коснулись в социальной педагогике, нет? Давайте предаваться чистому искусству. Хорошо. По поводу чистого искусства. Вы перевели Санетта Шекспира. Да, перевела. Есть такой грех. Зачем? Не знаю. Потому что Шекспира переводили, ну, не знаю, это общее место. Столько переводов, наверное. Опять возникло такое ощущение, что... Не, вы знаете, это называется «Оста понесло». Значит, началась все... Вообще для меня английская культура, скажем так, дальний космос. Вот она мне как-то... Ну, я вообще, когда я читаю английские книжки или пыталась изучать английский язык, ну, я его так и знаю, в принципе, и неплохо. Вот я как будто попадаю в какое-то зазеркалье. И для меня это вот как-то, ну, скажем так, не мое. Я очень люблю книжки про Гарри Поттера. Вот. Хотя уже, скажем так, это детские книжки, но она уже в детство впала. И... Вот. Я сказки вообще очень люблю. И... Однажды, я когда, вот, интересовалась там актерами этого фильма, я послушала... Значит, там такой актер есть, Алан Рикман, который играл роль Снэйпа. И во всем англоязычном мире он ценится за свой красивый голос. Он недавно ушел из жизни. И мне было интересно, что же там за голос такой. Я нашла в интернете его запись, он читает сонеты Шекспира номер 130. Вот знаменитый. В оригинале. В оригинале, да. И мне было просто интересно вот послушать. Я вот слушала, слушала, потом нашла в интернете варианты переводов этого сонета. Опять-таки оригинал. И я посмотрела, что, пардон, весьма далеки эти переводы от оригинала. А оригинал-то на самом деле это не лирическое произведение, это пародия вообще на самом деле на петраркистский сонет, воспевающий златокудрую, белокожую красавицу, которой на прекрасном лике война лилии и розы. То есть это на самом деле пародия была. И я решила, почему я не могу сделать, попробовать свои силы. Вот я один сделала перевод, и тут меня понесло. Я нашла в интернете оригиналы, и подстрочники были. Ну, я и сама английский язык знаю более-менее. И у меня друзья есть, которые спецшколу английскую заканчивали, мне помогали. И я за два месяца перевела все 154 сонета. По три сонета в день. Потом, когда я поделилась так столь радостной вестью с коллегами, коллеги, мне так мягко скажем, как-то у них то ли был шок, один вообще сделал такую запись, что это же вообще... Это не очень нормально, да? Да, что это вообще не... Ну, уже человек не знал, что я 12 лет была в интеллектуальном клубе. Я хочу показать нашим телезрителям книжку переводы переводы сонета Уильяма Шекспира 154 сонета. И вот это все за два месяца. За два месяца, да. Вот у меня вот такой был, как я говорю, творческий запой. Когда я практически не спала, не ела ничего, питалась только чаем и кофе в основном. Вот у меня что-то... Я не знала, что это вообще было у меня такое. Бухгалтерский учет. Наверное. Хорошо. Вы по поводу сонетов упомянули, что там, в общем, кроме того, что это литературный перевод не устроил вас те переводы, которые были. Еще и своя трактовка Шекспира, вы говорите. Пародийная, не пародийная. Да, да. Дело в том, что переводов Шекспира очень много существует. Самое известное, это переводы Маршака. Мне сразу говорили, о, Иванова решила с Маршаком потягаться. Ни в коем случае. Ну, если Гумилев и Брюсов, то почему не Маршак? Не, на самом деле у меня именно Маршаковский перевод сонета номер 90, это у меня лет с 10, это была моя первая вообще любовь к литературе. Я когда услышала вот эту песню Аллы Пугачевой вот на стихи, вот этот сонет, у меня это было, вот меня буквально преследовало это стихотворение. Я уже в 10 лет задала себе вопрос, что это такое за стихотворение? Потому что это не было похоже на нашу великолепную советскую поэзию. Там про суперфосфаты, перевыполнение плана. Вот. И я просто, ага, сонет Шекспира номер 90 в переводе Маршака. У меня так в ячейку это так вот как бы было занесено, ну, в мозговую. Вот. Дело в том, что когда, ну, для меня вообще переводы Маршака это такая глыба, это вообще, это великий памятник литературы сам по себе. Но тем не менее вы решили пособиноваться. Да, да. Но дело в том, что, опять-таки, там понимаете в чем дело. Шекспир это литература возрождения. Это возрождение на переходе к барокко. Но это литература возрождения. Это литература очень, скажем так, экстравертная. Это литература, которая охват в поле зрения, которой все проявления вот такой вот активной жизни. Вот есть понятие в литературе витоактива и витоконтемплянтива. То есть вот витоконтемплянтива такая созерцательная, внутренняя жизнь интроверта, вот тончайшие оттенки переживаний. Это литература активная, это литература экстравертная. Там в оригинале у Шекспира идет речь, там понятие мореходства, судоходства, вплоть до ведения морского боя. Там термины юриспруденции, там банковские термины. То есть видно, что это был человек очень, это был действительно человек эпохи возрождения. И у него вот эта вот позиция в саните номер 122 «Я тот, кто есть, кто держит под прицелом мои грехи, стреляют лишь в себя». То есть вот свободная личность, независимая, я такой, какой я есть, активно вовлеченная в общественную деятельность, скажем так. У Маршака, я еще раз повторяю, что его переводы это великий памятник литературы. спасибо ему за то, Самуилу Яковлевичу, за то, что он до советского вообще читателя, который в 47-м году очень были популярны стихи про Иосифа Виссарионовича, Сталина, про нашу любимую партию, что он вообще до массового советского читателя еще 30 лет тому назад на 95 процентов неграмотного вообще, что он донес это сокровище. То есть вот этот элемент просвещения все-таки присутствует. Да, но дело в том, что если бы Маршак переводил это так, как есть, ему бы не сталинскую премию дали, он бы оказался на солнечном Магадане, может быть. Потому что там были вещи, которые в систему советской идеологии никак не вписывались. И банковские проценты, и кредиты, и векселя. То есть вот понятие эпоха возрождения это буржуазные отношения. Это частная инициатива. Понимаете? А на данном это и астрологические термины. Тоже астрология это же была лженаука наряду с генетикой у нас. Ну и прочими буржуазными изысками типа литературовидения. Там это все присутствует. Ну там еще, конечно, специфические моменты есть. И я когда сравнила переводы Маршака с оригиналом, это не литература возрождения. Это где-то английский романтизм, эликистская школа. В трактовке Маршака. Вордсворд, Колерич, Саути. Это такая тон, это эллигическая какая-то эллигия. Ну да, вот я только хотел сказать, что дух совсем другой. Это лиризм. Это ну вот как-то так переведено, скажем так, по уму, без особого надрыва. Как-то мягко. Вот это невероятно обаятельные переводы, и их обаяние невероятно. Но Шекспира это литература эпохи возрождения, простите, с элементами такого натурализма, от которого могут вообще волосы дыбом стать. Это причем это возрождение, переходящее в барокко. Что такое барокко? Это литература диких необузданных страстей. И когда читаешь, когда я читала в оригинале, это не то, что элегия, это нежная, чистая любовь, это страсть, это не любовь, это страсть на уровне умопомешательства, это страсть, от которой горит бумага. Я когда делала эти переводы, я вот это сделаю перевод, я отрываюсь от листа вот этой бумаги, у меня в глазах вот так вот белеет все. То есть я вообще не понимала, как бремя таких страстей вообще можно было вынести. Он, видимо, действительно выливал это все на бумагу для того, чтобы просто его рассудок остался как бы нормальным. И я этого у маршака не увидела. Ну, потом... А после маршака неужели после маршака никто не переводил? Переводили. На более современный язык, сохраняя, так сказать, вот этот дух средневековый. Переводили. есть переводы до маршака еще. Гербель это середина 19 века. Кстати, переводы маршака многие его значит, как бы обвиняли в том, что он что-то взял у брата Петра Ильича Чайковского, Михаила Чайковского. Вот. Но, опять-таки, я считаю, что это неправомерные упреки, потому что переводят одного и того же автора, естественно, что-то может быть похожее. После маршака в 90-е особенно годы пошла волна переводов. Почему? Потому что появился интернет. И появился доступ к оригиналам. Вот. И можно было... С другой стороны, в интернете есть механические переводчики, когда можно подстрочить практически с другого языка. Да, да. Насколько литературные способности придать форму этому, да? И Шаракшаны, и Кузнецова, и Фраткина в принципе неплохие переводы. Мне лично из-за всего того, что вот я читала, мне больше всего как-то понравились переводы Степанова. Это ленинградский. Шекспира именно. Да, да, да. Это питерский. Ну, питерская школа всегда и переводов, и поэтическая она всегда на высоте. И даже за время за советское время там ну, не повредило. Там закваска очень высокого уровня. Вот. То есть вот основные сложности, вот проблемы, с которыми я столкнулась. Почему переводов Шекспира много, и они были, и есть, и они еще и будут. Чисто языковой барьер. Сонет, английский сонет, да, вот это что такое? Это три Катрина плюс замок. Классический, итальянский сонет, а потом французский, это два Катрина и два Торцета. А здесь идет три Катрина, то есть втискивается это все в как бы в такое жесткое прокрустово лужа 14 строк. немножко отличается строение даже вот смысловое вот французского и итальянского сонета от английского сонета. Вот. Ну, это уже, как говорится, уже такая кухня литературная. Класс литература литературная. Да. Пятистопный ямб должен быть. Да, в английском языке, как и в русском, села ботаническая система. Французский сонет и перевод сложнее, там селабика, ее очень сложно донести до руса, перевести на русский язык адекватно. Пятистопный ямб. но дело все в том, что русские слова, они намного более длинные и многосложные, чем английские слова. В английском языке подавляющее количество слов трехсложных, из трех букв состоят. И получается, что вот в эти 14 строк, вот в этот пятистопный ямб, английских слов вмещается больше процентов на 60 чем русских. И когда начинаешь переводить на русский язык, ты обязательно что-то упускаешь. Это невозможно. Это вот как Борис Захадер говорил про проблемы литературной перевода сказки «Алиса в стране чудес» на русский язык. Да легче перевезти сюда Англию, чем адекватно перевезти Алису. Но это проза, а здесь поэзия. И получается с другой стороны. Английский язык это корневой язык, это язык подтекста, это язык контекста. Одно и то же слово в окружении, в любом контексте, оно начинает играть новыми красками, оно меняет смысл. Тем более, там очень много слов, как бы, многослов, как сказать, многозначных. Там идет такая игра сверхсмыслов, там какие-то намеки, там какие-то кивоки. Русский язык по сравнению с английским, он более конкретный. русский язык чем отличается от английского? Богатство синонимии. Вот в английском языке одно слово, а в русском языке может быть 20 слов с разными стилистическими, семантико-стилистическими вот этими значениями. И получается, что берется один и тот, разные переводчики берутся за один и тот же санец, за одно и то же стихотворение, на выходе получается вообще разные вообще стихи. Но это вот потому что Шекспир, он вообще, он не исчерпаем вообще в принципе. То есть почему эта литература гениальная? Потому что люди разных эпох, разных национальностей берут эти стихи, читают, я уверена, каждый находит свое. И каждый переводчик, каждого переводчика вдруг козыряют. Так это же написано про меня. Это Иосиф Бродский когда-то писал, что поэт это человек, который знает о тебе все, несмотря на то, независимо от того, когда и где ты живешь. То есть Шекспир как бы вот гениальный вот такой провидец, прозорливец, он 450 лет тому назад написал о каждом из нас в принципе. Ну может быть каждый из нас какие-то эмоции испытывал, не настолько интенсивные, но все-таки. Вот. С другой стороны, опять-таки донести вот в стихах вот в этих не только эмоциональный какой-то заряд, но и передать атмосферу того времени. Потому что стихи эти на самом деле, эти саниты, они очень, как бы сегодня сказали, атмосферные. Там передается дух этой эпохи. Там кроме темы любви, вот как у Маршака доминирующая, там постоянно идет красной нитью проходит тема противостояния человека и времени, человека и смерти. То есть эти саниты это не только диалог со страстями, противостояние страстям, это противостояние времени, это противостояние смерти. Вот. Любовь трактуется как антитеза смерти, антитеза времени. И собственно говоря, для автора, для того, кто писал эти саниты, Вот эта поэтическая поэзия – это средство противостояния всеразрушающему времени, по сути дела. Это стихи очень философские. И я вот это все хотела донести. Это необходимость учитывать контекст. Ну, если мы конкретно говорим о Шекспире, то же самое, например, если мы говорили о Бадлере или Теофиле Готье, там совершенно другая обстановка, совершенно другая, околокультурная, историческая обстановка. Это необходимо учитывать при переводах? Я думаю, это очень необходимо учитывать при переводах. Почему? Потому что, опять-таки, в советское время, ну, хаят очень сильно советский период в культурном отношении. Я считаю, что там было очень много чего и хорошего. переводчикам разрешали, если их печатали, доносить то, что можно было как бы доносить. Какие-то какие-то схемы были, какие-то были жесткие рамки. Вот в наше время, я считаю, что произошло некоторое раскрепощение сознания и творческие люди. А творческие люди – это люди всегда очень сложные, очень неоднозначные. И появилась возможность в переводах, вот, выхода, как бы, на вот эти вот экстралингвистические сферы, и появилась возможность донести до читателя не только то, что мы ему хотим донести, да, но и то, что хотел сказать автор. То есть личность Ав... По мотивам, да? Да, то есть не по мотивам. Хотите сказать, что есть такие переводы, когда, ну вот, поставим, например, там, Шекспира, да, а пишешь свое от потолка, да, потому что все равно никто в оригинале не знает. Ну, конечно, да. Вдруг это 160-й сонет Шекспира нашли, да? Да. То есть... А на самом деле стилизация. Понимаете, дело в том, что учитывать нужно сегодняшний день в каком плане. Это, естественно, более высокий уровень образованности населения. Естественно. Мы начали с того, что с одной стороны образованность, с другой стороны языки. Да. Ну, то есть есть понятие экстенсивное образование, интенсивное. Вот мы пошли по пути интенсификации. И люди, конечно, в советское время, ну вот, то, что в советское время, то, что написано пером, не вырубишь топором. То, что написано, люди этому верили, свято, все так оно и должно быть. А сейчас люди, естественно, имеют доступ в ту же самую заграницу и общаются с носителями культур разных стран и народов. То есть мы в какой-то степени больше граждане мира уже на данный момент. И поэтому, конечно, читая канонические, вот наши советские переводы, великолепные. Пусть они там по мотивам, пусть они там не очень точные, но они представляют художественную ценность. Но современный читатель, сравнивая оригинал с этим переводом, скажет, ну, это очень хороший перевод. Ну, здесь вот Шекспира процентов 50, наверное, если не меньше. Вот. То есть личность автора при переводе. То есть мы сказали, что литературную форму желательно. Желательно, да. Насколько это возможно? Ну, это очень тяжело, это невидимое. Текст, контекст написания произведения важен. Личность автора. Личность автора, ну, вот опять-таки, когда... Ну, потому что Шекспир кто такой до сих пор, как бы, спорит. Ну, да, да. Если он, был ли он вообще? Понимаете, ну, я, как бы, решаю этот, как бы, вопрос для себя так. Ну, честно мне сказать, для меня лично, да мне, как бы, ну, мне не очень важно, честно говоря, кто это писал, потому что я вижу результат на выходе гениальная литература. Кто это писал? Мужчина это писал? Женщина? Или группа каких-то литераторов, типа, вот, как коллективный псевдоним, типа Казьмы Путкова? Я не знаю, я этим не занималась. Я не занималась английской культурой, литературой. Для себя я сделать вывод не могу. У меня какие-то свои размышления на эту тему есть, потому что я 15 лет провела в судах и в милиции со следователями, работая социальным педагогом вообще. И как бы я умею докапываться до истины. Вот. Но для меня это не столь важно, потому что на выходе действительно литература, которая не трогать не может. И вот... Для вас важен сам факт стихотворения. По поводу личности Шекспира, меня что поразило прежде всего? Значит, вот тот Шекспир, которого мы знаем, который родился в Стратфорде на Эвоне, и там некоторое время... Бродячий актер. Да, бродячий актер. Писал пьесы, влюбился. Ну да, меня что поразило, уровень образованности, это был человек эпохи Возрождения. То есть он мог быть вообще из грязи в князе, в принципе. Меня поразило, что этот Шекспир был католиком. И когда восстанавливали... Протестантская Англия. Да, он был католиком. Там католики были. И именно Стратфорд на Эвоне был одним из оплотов католицизма. И там они жили довольно мирно. Его семья была католическая. Его жена Энхэтуэй была католичкой. И мы не знаем, ходил ли он в католические эти храмы, но то, что он не был в протестантских общинах и не крестил своих детей в протестантских вот этих храмах, это известно. Меня поразило то, что эти санеты пронизаны духистовым, духом протестантской культуры. А что такое протестантская культура? В общем, сам католик, протестантская культура, некое противоречие. Противоречие. Во-первых, это противостояние один на один человека и смерти, человека и дьявола, человека и искушения. Без посредников. Без посредников. Это то, чем пронизана современная культура Соединенных Штатов Америки. Она на самом деле протестантская по своей сути. Это то, чем пронизана культура, опять-таки, английских протестантов. То есть, ну, разные виды христианства есть, они все имеют право на существование. Я православный человек, православную культуру хорошо знаю. В православной культуре между человеком и Богом есть посредники. Это особого рода энергетика, это особого рода биохимия. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Но мне, как человеку, который имеет опыт литературовического анализа, понятно отличие протестантской культуры. Это я и страсти. Только я ответственен за свой выбор. Только от меня зависит, пойду я за дьяволом или за Богом. Это основа протестантской культуры. И вот эти сонеты, они пронизаны вот этим трагическим противостоянием человека из смерти, человека из страстей. И вот этот дух, вот эта, опять-таки, эсхатология, вот это предчувствие близкого конца мира, близкого конца света, а это плоти кровь этих сонетов. У меня возник вопрос, как мог человек католической культуры это написать? Значит, это писал какой-то другой человек. И я некоторые факты... А, то есть вы решили внести свою лепту в этот спор шекс-пирамидом, да? Ну да, ну да. Даже таким образом? Дело в том, что... Она, анализируя тексты, можно сказать, что это не тот человек... Нет. Я не знаю, возможно, под брендом Шекспир писала целая плеяда. Я не знаю. Такая версия тоже есть. Фрэнсис Бекон там, например, как один из вариантов. Я не анализировала другие произведения. В принципе, если пристально, но это годы надо положить на это. Я могу только сказать, что это был человек, очень активно вовлеченный в социум. Это был человек, который имел дело с мореходством. Ну вы уже перечисляли. Да. Наталья Владимировна, давайте мы немножко в другую сторону, с другой стороны перейдем. Потому что мы, собственно, хотелось поговорить больше о переводах и о переводчиках. Да? Да. Какие качества нужны переводчику? Любой ли человек может стать переводчиком? Относительно вашего опыта, бухгалтер, социальный педагог, то есть здесь просчитывается, с одной стороны, я для себя вижу, скрупулезность отношения к материалу, к тексту, то есть строгое исследование в форме. С другой стороны, опыт работы социальным педагогом – это знание социального контекста, да? Да, да. Плюс литература, да? Что нужно, чтобы стать переводчиком? Вы знаете, для того, чтобы стать переводчиком, нужно такое качество, характеро, которое я называю филология. А филология – это любовь к слову. Нет, вот еще оно переводится как филио – это люблю, а лого – слово. Это качество души, его можно трактовать как угодно, как врожденные какие-то качества, как благоприобретенные. Некоторые даже говорят, что это, ну, как бы расстройство психики. Я не знаю, как это назвать. Есть люди, филологи по призванию. Как когда-то Маяковский писал, я в предсмертной якоте останусь поэтом. Вот есть люди, которые и в предсмертной якоте останутся филологами. Их могут быть, называть как угодно, что это книжные черви, что это ботаники, это можно… Ну, это такие люди, благодаря которым идет преемственность культурная. И, судя по всему, именно к этой категории людей вы перечисляете себя. Может быть. Да, вот на этой. Извините, время нашей программы. Могли бы разговаривать, по-моему, до бесконечности, потому что к Шекспиру мы только коснулись. Я же скажу нашим телезрителям, что мы провели это время в студии из Гомеля с литератором Натальей Ивановой. Большое спасибо, Наталья Владимировна, за рассказ. Не знаю, как нашим телезрителям, мне ужасно интересно. Особенно вот эти вот шаткие такие уколы относительно шекспироведения, плюс такая трактовка, в общем-то, неординарная. Не знаю. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а напомню, что мы разговаривали с литератором Натальей Ивановой, Владимир Грамма, музыкальное сопровождение нашей программы. Меня зовут Сергей Краснобород. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова